Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Моркет, и мы продолжаем путешествовать в зоне. Проходим сталкер, ветер времени. Итак, контакт встретится с научной экспедицией. Я поговорил с лесником, тот доложил мне, что недавно в лес для проведения замеров прибыла группа ученых. Нужно направиться к аномалии Симбионт и поговорить с главным. Это нам и нужно сделать, друзья, первым делом. Так, у нас есть вооружение. Прошлую серию я записывал месяц назад почти, потом как-то, и до сегодня до этого было. Но мы продолжаем, мы продолжаем огибать, друзья. Все великолепно. Блин, все-таки, вот что мне нравится в сталкере, какая атмосфера. Вот возвращаешься и никогда не жалеешь. Красота. Просто посмотрите на это, какая красота. Как будто живое все. Как будто действительно оказался в каком-то, знаете, заброшенном, населенном пункте, который вот все так и сохранилось со времен Советского Союза. Ничто не менялось. Мрачная и по-своему прекрасная атмосфера. Что ж, придется искать другой путь, судя по всему. Хорошо? Нам не привыкать, друзья, вы же знаете. Нам с вами точно не привыкать. Давайте глянем по карте. По карте, да? КПК. Где это у нас находится? Это находится вот здесь. Ага. Научная группа. Северная шахта. А как мы туда попадем, вопрос. Нам надо идти в лес. Опасный лес. Это лесник. Судя по всему, вот так как-то, да, наверное? Давайте попробуем. Мы же сюда вот каким-то таким образом попадали. Вроде да. Значит, и обратно идти тем же путем, например. Правильно? Правильно. Теперь нам надо держаться вот этой насыпи. Этого холма. Ой-ой-ой. А вот в радиацию нам нифига не надо попадать. Кстати, у нас еще, друзья, ведь проблемы есть некоторые. А именно с пищей. Уже нет. Мы поедем. Все хорошо. Так. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Никого. Спокойно. Да. Судя по всему, вот эти надо обходить, потому что вы знаете, да, в сталкере такие штуки бывают весьма опасными. Понял. Понял. Вопросов не имею. Никаких претензий. Сохраняться надо, как и прежде, наверное, почаще. А то мало ли что нас ждет. Я даже не представляю в... Ветер времени, какие могут быть монстры новые. Да и старые тоже. Какие вообще здесь нас могут поджидать опасности? Вы уже помните, как мы столкнулись с крупой псевдо-собак. И вообще, я смотрю, здесь монстры так густо вообще водятся. Плотненько. С таями целыми. Поэтому надо быть максимально осторожным. Иначе кто-то знает. Какой-то проход. Интересно. Сделано, конечно, очень красиво все. Радует. Радует такая атмосфера. Так, что у нас здесь? Думаете, стоит заходить? Для меня это загадка лично. Не открывается она даже. Ну ладно. Не открывается, так не открывается. Здесь это группа? Или нет? Да, смотрите-ка. Есть метка, что здесь находится группа. Контакт. Вернуться к леснику. Получается, они все погибли, что ли? Ну, монстров не видно. Наверное, они сгинули в аномалии. А может и нет. В любом случае, надо посмотреть, что здесь осталось после них. Это может быть весьма полезно, друзья. Вы видите хоть один труп? На карте ни один труп не отображается точно. Ну, я думаю, туда внутрь иди нам не стоит. Вряд ли это будет для нас хорошо, прямо скажем. Да, пойдем обратно к леснику. Пойдем обратно. Видать, что-то не так с этой группой. Но, с другой стороны, мы ведь не обнаружили ни одного трупа. Ни одного трупа. Значит, все-таки, судя по всему, группа выжила. Мне так кажется. Я не вижу ни одного трупа здесь. Наверное, группа жива. Просто она двинулась куда-то в другую часть леса. Идя обратной дорогой, я обнаружу вот это. Должна сказать, это весьма занимательно. Если, конечно, это меня не убьет. Вроде не трогает. Детектор же у нас есть. Как его включить? На какой кнопке у нас сейчас детектор находится? Сейчас разберемся. Так, вот детектор. Вдруг что найдем? А что? Ну, а я считаю, нам не помешают сейчас артефакты. Как бы не убило только нахрен. Убьет? Нет? Так, уходим нормально пока. Блин, а не работает наш этот детектор аномалии. Артефакты. Он ничего не улавливает. Я что-то потратил. Да, я птичь, получается, на одну потратил сейчас. Ладно, это мелочи, друзья. Позже, видать, надо хороший детектор найти. Уже с ним разбираться, что к чему здесь. Пока что, я думаю, лишний раз не стоит рисковать. Итак, мы шли этой дорогой или нет? Нет, это не та дорога. Это вход в лес, в который мы когда-то вошли. И нашли тут на свою жопу некоторые приключения. Ну, в целом, тогда все обошлось. Мы, по-моему, даже не погибали. Войма мне. Блин, бронежилет. Жопа, все жопа. Три аптечки. Ну, блин, вот согласитесь, в этом кайф. В этом вся атмосфера сталкера. Когда у тебя ничего нет, ты должен выживать. На первых парах, особенно. Ты должен чем-то разжиться. Ты должен что-то сделать. Как-то себя обеспечить. Это правда. Жизнь у нас ура. Да. Райца мне. Прорвемся, дружище. Конечно, прорвемся, куда мы денемся. Но первым делом мы пойдем к лесникам. И узнаем, что же он нам скажет. В ответ на ту информацию, которую мы вступили. Что, молодозелено? Чего ты тут ищешь? Нагибаем, да? Ну что, солдат, как твои дела? Не нашел еще своих ученых? Ученых не было возле аномалии. Ты в этом уверен? Хорошо обыскал местность. Именно. Удивительно. И проводник пропал? Вот это уже странно. Он ведь любую опасность за километр чует. Может, и вправду случилось что? Ладно, солдат, я пойду тебе навстречу и пошлю кое-кого разведать края. Либо сам схожу. Но ты мне будешь должен. Как что прояснится или зайдет в тупик, дам знать. Хорошо, буду ждать сигнала. Хорошо. Что ж у тебя есть, дружище? Денег у нас. Денег у нас нету. Ладно, лесник. Бывай. Не забывай, старика. Да уж постараюсь. Особенно, когда ты скидки мне сделаешь. Тогда вообще не буду тебя забывать. Буду регулярно заходить и говорить. Дружище, как жизнь? Аптечку надо, сука. Да. Ребят, если в этой серии камера будет немножко лагать, вы не удивляетесь. Такое может быть. По-моему, она не должна сильно лагать. Должна как обычно работать. Такое может быть. Я тут просто систему перенастраивал. Переустанавливал. Проблемы с Windows были. И вот сейчас. Да. Так. Вот это бы отремонтировать. Да, не, 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 не. Ну, братун, за такую, как бы, эту куточку, да еще такие деньги. Прямо сейчас. Не, не согласен. Давайте посмотрим, что у нас есть. Ждать вести от лесника. Это замечательно. Список заданий. Наемников. Найти информацию о группировке в городе. То есть вот здесь, да? Сержант звонцов, блокпоста. Блин, ну это как-то все очень глобально. Она бы прям сейчас чем заняться? Все, завязывай. Ага. Лесник оборотить. Он своей башни. Так. Так, может у лесника я работаю? Давайте еще посмотрим. Если работенка есть непыльная, я возьму. Почему нет? Здорово, живая душа. Здорово, лесник. Что-нибудь интересное, интересно бывает. Прямой дороги тебе, парень. Да, и попутного ветра в сраку. Это мы все знаем, наружище. Мне бы работку найти. Да какой-нибудь такой, знаешь, непыльная. Или пыльная. Ну, чтобы главное бабки были. А особых заданий сейчас нет. Идти обратно. Идти в город. Раздобывать информацию. Ммм, как-то, по-моему, не умно, да? С одной стороны. Пойдем поговорим с этим наявниками. Может, у них что-то полезное будет. Вдруг какую работенку подкинут, правда? И получится чего. Мужик, постой. Ты новенький здесь? Одна просьба у меня есть. Интересно. Какая просьба? Тут в двух шагах шахты расположены. Там должен быть наш отряд. Давно еще бунтиков выбили оттуда. Вот с утра ничего не слышно о них. Людей у нас мало. Не могу я послать туда своих. Не знаю, что там. Хорошо, схожу, посмотрю. Что там, постараюсь. Что там стряслось с твоими ребятами? За хабаром можно присматривать. Итак, новое задание. Пропавшие связаться с пропавшим отрядом. Вот это уже интересно. Пропавший отряд. И где же это у нас находится? А находится это у нас, друзья, где бы это могло находиться? Что-то я не понял. Подожди, давай закроем. Находится это. Все-таки накоплю я на свой домик. Да, конечно, хочешь. Держись, удачи! Если до этого тебя все до собаки не схавают. Что с тобой, друг? Почему ты так страдаешь? Чем ты болен? У тебя радиация? Или что с тобой? Да, у него радиация, Ёлкера. За одну ходку две ночные звезды. Если так и дальше пойдет. В дробу я видел вашу. Я не заметил. У меня просто вебка. Тоже я вижу ее. Я что-то не пойму, как-то в новой версии X3. Геймкастера я что-то не могу включить. Надо разобраться потом. Ладно, это как бы мелочи. Нам-то сейчас самое главное что? Самое главное не находить. Впрочем, как всегда. Вот сюда. Где-то здесь получается? Вот они, шахты. Здесь ни одного трупа. Ни одного. А вот этот звук мне очень не нравится. Это похоже на контролера. Очень похоже, ребят. Вы это видите? Тут какой-то тайник, сука. Блин, обожаю сбалки. Такие вот всякие вещи, загадки. Мистер, сука. Да, похоже, что в этих ящиках ничего интересного нет, судя по всему. Смотри-ка, живая душа есть. И он всего один здесь. Сапог. Одиночка. И самое интересное, сапог с нами говорит, совершенно не хочет. Оборудовал здесь себе такой землянку, можно сказать. Но это же не землянка, это вообще непонятно, что это тоннель целый. Партизаны такие, вьетнамские ушли, типа такой. Бункер, скажем так. И живет себе там один, да? Сапог-одиночка. Как называется сигареты? Мечта. Ну да. Ох, ёб твою. Бля, у меня пинтов-то нету. Сука, это все излучения, ребят. Вот почему они крякнули. Их все излучения нагнуло. Трупов я лично не вижу никаких. Вообще никаких. Мечта. Плохо видно его. Готов. все беру мне тут не за выпендрежество вообще какая-то хрень ребята это что-то серьезное да похоже его группа в полную жопу попала иначе не назовешь это никак пожалуйста пусть это излечит мои эти да излечила отлично рано излечила то есть на пешкуты пинты есть в этом наборе хорошо найти ключ от двери ходить надо сразу на дисконтолье может быть сапог в курсе дружище вот ты кто я сталкер ты что здесь делаешь ну я тоже сталкер я в отряде лёхи нашего шахтах мы с пацанами сидели искали хлам всякие цены как друг из тени контролер появился и нашим всем в мозги проникать начал а меня он откажись не заметил мне удалось сбежать вот так сейчас лицо как сейчас помню лицо митьки на полу ворочается а я как трусы падла быстрее свалил двери шахты закрыл тут и засел выйти боюсь вдруг эта тварь дверь сможет выломать получается ты оставил друзей умирать а сам убежал поджав хвост ну а что мне оставалось сделать я теперь прекрасно понимаю что за поступок я совершил короче говори быстрее что тебе надо от меня мне бы попасть те самые шахты а что если эта тварь выберется наружу она же всех нас зомбирует и тебя тоже парень на твоем месте я бы держался от неё подальше ну хотя если ты так рвёшься то держи ключ закрой за собой дверь вдруг твои мозги тоже промоет а тварь это наружу выйдет очень не хотелось бы ну ладно пойду попробую а гранат у нас всего ничего да но одна есть помните друзья да граната лучшее оружие против контролера лучшее просто the best двигаться будем аккуратно ну а а а а а и это здесь ты сука обитаешь а а а а а я за стенами поедем по идее у меня сильно цепануть не может вон ребятки извини парень но он уже конченый ничего не поможет хитер попер оружие то на месте оружие на месте проверяем я тебя вижу 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 бля мне патронов нет в связи а ничего подобного бля ему подмога не от Вот это плохо. Это, по-принему, совсем нехорошо. Готов, сука! Да! Сохраняемся на бег, быстро. Блядь, жопа, ребят, надо пойти куда-нибудь присесть. То наша пути-керой сейчас совсем нехорошо станет, прямо скажем. И водички надо выйти. Да, дело дрянь, конечно. У нас в плане пси и вот этих воздействий очень нехорошо все. В таком состоянии даже прицелиться тяжело. Я просто ничего не вижу. Придется подождать немного. Так, пришли мы в себя. Все нормально, друзья. Держимся дальше. К сожалению, ничего не видно. Ну, в смысле, из-за темноты. Сейчас-то так-то я все отлично вижу. Но с темнотой явные проблемы у нас. Контролера я забирал. Потом к ученому сбагаю. И поэтому главарю отдам. Потому что он потребует какие-то доказательства. Там еще кто-то. Тебе уже не помочь. Да ему уже никому не помочь. К сожалению, уже... Информация с хрония. Словно в ужастике побывал. Не знаю, как выбрался. Потерял рюкзак. Теоретически посеять его мог. Только понял. Понял. Какая-то информация о каком-то тайнике у нас теперь есть. Мы движемся дальше. Здесь кто-все тупик. Он здесь и обитал в конце зала, да? Хорошо. Слышите? Кто-то здесь есть. Это кто-то очень рядом. Ну, еще один зомбак. Это понятно, скорее всего. Вряд кто-то еще более опасный будет. Похоже, это последний. А может и нет. Он, мой, я думаю, еще и нет. Поговорить с командиром нейтралов. Сейчас поговорим. Так, отлично. Отлично, друзья. У нас уже хоть что-то есть. Что-то можно продать. Что-то можно еще как-то сбагрить. Не знаю, что-то придумаем вообще. А, это канифоль какая-нибудь, да? Для местных фастеров. Хорошо. У нас уже перевес, правда, намечается. Неплохой такой. Но перевес, не перевес. И, конечно, мы выйдем. Это уже мелочи. Плата есть. Надо внимательно здесь все смотреть. Наверняка здесь есть еще что-то полезное. Весьма полезное, я думаю, даже. Почти, наверняка, такое здесь будет. Так. Опаньки. Инструменты. Ой, слушай, вообще, хорошее место. Мне нравится. Душевно. Да. Так. Так, вроде все, ничего. Все, можно покидать это место. Нашли то, что хотели. Все у нас есть. Отлично. Мы красавцы. Мы справились с этим нелегким заданием. Ну, а, кстати, не совсем справились-то. Нам бы еще вот сюда заглянуть. А почему бы и нет? Я думаю, оно того стоит. Последний раз, когда я был в таком же месте, но вы помните. Я надеюсь, на этот раз вот такого не будет. Потому что в тот раз была жопа полная. Полная жопа грузов, прямо скажем. Опа, я какой-то ключик нашел. Я какой-то ключик только что нашел. И вот теперь встает новый интересный вопрос. Отчего этот ключик? Какую дверь он открывает? Или да, их. Да, помню, я тут умирал много раз, но на этот раз здесь все закрыто. Здесь что-то? Там, вот здесь раньше выход был. Где-то здесь нету, вот здесь нету на этот раз. Кстати, по поводу, по поводу. И без повода. А вдруг? Нет, здесь в воде ничего такого нету. Что, подожди? Ничего, на этот раз, к сожалению, не показывает нормально. Только что-то шипит. Еще какие-то ингредиенты. Для работ тонких. Тихо, 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 тихо. Спокойно, спокойно. Так, все нормально. Что это у нас за пистолет? Это блок же укороченный 17-й, да? А, 19-й. Хорошо. Хорошо. Ой, подожди, а я забыл. А ведь отсюда так просто не выберешься, друзья. Вы же это помните. Вот он ключ. Отчего был? Что это? Шахтерский ремкомплект. Набор различных крепежей, инструментов, деталей, которые найдете в шахте Рыжего леса. Применяется в починке подвижных механизмов. Возможно, с его помощью можно отремонтировать мост в Лиманск. Нифига я чего нашел. Мост в Лиманск. Офигеть. Случайным образом. Я жопа, я не могу двигаться. У меня перевес. Сейчас разберемся. Короче, оружие все разрядил да побросал. Ну, как бы тут всякая фигня поврежденная. А себе взял вот этот. Это Айинк. Как вы знаете, пушка достаточно крутая обычно. И в играх, и в жизни. То есть очень точная, очень такая хорошая штурмовая винтовка. Вопрос только один стоит. Его надо отремонтировать. Я думаю, это не маленькую сумму. Но уж лучше с ним, чем с укороченным 74-м. Намного лучше. Так, вопрос теперь, как отсюда выбраться? Обратно мы никак запрыгнуть не можем. Иначе должно быть что-то еще. Еще какой-то путь. А, вот он открылся. Смотри-ка. Я его постоянно не замечаю или что. Надеюсь, тут никого. Нет, все нормально. Это, по-моему, то же самое место, да, где у нас был контролер. И мы его уничтожили, собственно говоря. Так что теперь никаких проблем нет. А можем возвращаться спокойно. Хорошо. Вот, да, дедушечка, да? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Братуха, спокойно, спокойно, спокойно. Все нормально будет, не едущие Мы справимся, брат Обязательно справимся Ну что, мужчина Плохие новости для вас Здорово, брат Приветствую тебя в нашем скромном лагере, солдат В шахтах все сталкеры оказались Зампированными контролером Пришлось всех убить Да, жутко все это Жалко ребят Земля им пухом Ну что ж, спасибо тебе Держи награду Ключ от шахты потерян Получили мы 3000 рублей Что вполне неплохо Но лично я бы за 3000 рублей Вряд ли бы стал дисковать Понятненько, бывай дружище Леди и джентльмены, другие подруги Сегодняшняя серия у нас будет Немного короче, нежели обычно Вот так на 25 минут мы примерно заканчиваем Почему? Потому что я хочу посмотреть Какое качество у меня видео Как у меня записалась вебка Я делал предварительные тесты Но хочу посмотреть, как оно все-таки работает Чтобы не было так, что я запишу серию на час И она вся с косяками Вот Надеюсь, вам понравилось Сегодня мы узнали историю Весьма печальную Небольшой группы сталкеров Которая была на кто? С контролером Михалыч сталкер Это Михалыч техник У меня к тебе есть одно дело Подходи Пообщаемся Но это уже в следующей серии Если вам нравится вместе со мной Путешествовать в зоне То ставьте лайки Вступайте в нашу армию И конечно же Нагибайте всех в разделе Увидимся В зоне Спасибо 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 Спасибо